всем привет спасибо как всегда говорю всем тем кто пишет комментарии под моими монологами я все больше и больше времени уделяю чтению и ответом на эти комментарии что не идет мне на пользу на sky потому что я отнимаю время у собственной работы которая для меня важнее всего но не обращайте на это внимание продолжайте писать я буду продолжать читать отвечать думать и принимать к сведению то что вы пишете а именно какие-то альбомы достать своих полок которые вам интересны больше чем мне иногда даже и показывать их рассказывать высказывать точнее высказывать свое мнение рассказывают они не так чтобы уж очень много но вот начал я вспоминать пола маккартни это такая штука что как начнешь так и не остановиться вот про классенку рэм мы с вами беседовали совсем недавно маккартни сложный человек сложный как и всякие общем как не всякие гении гении бывают полными идиотами абсолютно простыми как шпала парнями при этом гениями маккартни не такой маккартни все-таки с хитрецой парень очень деловой и очень такой себе на уме потому что история распада битлз одна чего стоит маккартни в своей книжке писал например что джон леннон но это все известный факт да что у него было собрание джон леннон сказал что он уходит из битлз аха-ха после чего ничего не произошло они как сидели на собрании так и сидели потом разошлись по своим делам и ничего не случилось и в общем как бы ничто не рухнуло продолжали записывать сильные пластинки там свой материал и кто-то там где-то там какие-то планы были о продолжении совместной работы и тут маккартни официально опубликовал пресс-релиз в котором сообщил что он уходит из группы битлз так кто в результате будем так говорит развалил группу то что наболтал джон леннон он мог наболтать все что угодно он такой был парень непредсказуемый и за слова не всегда отвечал при всей его гениальность я уже говорил о гениях гении бывают разные да и сболтнуть на собрании мог он все что угодно ну а официально пресс-релиз официальное заявление маккартни в прессе было вот такое я ухожу из группы беда кто кто а вот так вот ну чтобы не случилось кто бы не был виноват или никто и точнее никто не виноват потому что группу сама по себе уже она не могла дальше существовать достаточно послушать альбом обе роут на нем все абсолютно понятно потому что такую музыку которая записана на второй стороне обе роут джон леннон просто не мог выносить по-моему не ну это совершенно не его история и два таких разнонаправленных вектора не могли ужить как по маккартни и джон леннон не могли ужиться просто под одной крышей в одной музыкальной студии это было уже мало возможно но вот варам программе я говорил что это абсолютно гениальная пластинка слишком часто я употребляю это слово гениальная пластинка не гениальная пластина гениальный музыкант не гениальный музыкант это пластинка с очень хорошими песнями с отличной музыкой даже не с песнями с прекрасной музыкой шикарно аранжированные хотя группы то еще и не было линда и пол поехали в нью-йорк это известная история, да, и стали искать музыкантов. Нашли прекрасного барабанщика Дэнни Сейвелла, который потом вошел в состав группы Уинкс. Был отсмотр барабанщиков, и они буквально там несколько минут послушали Сейвелла и ползкорол, что это то, что нужно, просто шикарно. И Сейвелл этому был очень рад, он потом тоже там в интервью в каком-то говорил, что я постарался сыграть, я подумал, а как бы здесь сыграл Ринго Стар? И попробовал сыграть так же, и Маккартни сразу сказал, окей, так, то, что надо. Ну и Дэвид Спиноза и Хью Макрекин, два гитариста, подключились к записи Рэм, хотя Дэвид Спиноза ушел в процессе записи, потому что у него были свои там дела, контрактные обязательства другие, но Дэвида Спиноза мы услышим его гитару на альбоме Red Rose Speedway на двух песнях, на одной, точнее, песне, и услышим его гитару на пластинке Джона Леннона в Майнд Геймс, так что Дэвид Спиноза остается с нами навсегда. Пластинка очень хорошая, но, опять-таки, это еще не группа, это все-таки сольный альбом Маккартни, а группа появилась с приходом Дэни Лейна, бывшего гитариста группы The Moody Blues, который сделал главный хит The Moody Blues на первом альбоме под названием Go Now, собственно, и песня Go Now, написанная Лейном, она вышла с синглом у Moody Blues, и принесла им кучу денег, кучу денег, известность, после чего Дэни Лейн ушел, а в Moody Blues заиграли вообще другую музыку, совершенно не похожую на Go Now, а ту, которую мы с вами все любим, там, начиная с Nighting the White Satin, и дальше, 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 до альбома Seven Surgeon, и до альбома даже Octava, даже до альбома Long Distance Voyager, про все эти альбомы я расскажу, я обожаю The Moody Blues, но Дэни Лейн продолжал получать очень приличные авторские за Go Now, и загулял, 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 просто жил в полное свое удовольствие, и профигачил все свои авторские деньги, и остался практически нищим, и подобрал его Пол Маккартни, посадил на оклад, на небольшой, достаточно, и включил его в состав группы Wings, про которую, как я уже говорил, Мик Джаггер сказал, что это лучшая группа из всех, которые я слышал в своей жизни, группа Wings, хотя многие не согласятся, наверное, с Миком Джаггером, мало ли там групп на свете, да, но мне очень нравится, на самом деле, звучание группы Wings, в отличие от сольных альбомов Маккартни, которые пошли уже потом, после Wings, там что-то мне нравится, что-то мне не нравится, но я опять-таки не объективный, не объективный судь, не высший судья, который говорит, это плохо, это хорошо, это объективно, есть один персонаж, такой, это объективно хорошая музыка, а это объективно плохая музыка, полный идиот, ну, невозможно так говорить, я извиняюсь, конечно, но это как бы нереально, такие вещи говорить, некоторые альбомы с сольными Маккартни, конечно, они не для меня совсем, они уже являются какими-то самоповторами, как мне кажется, но я слышу как бы музыкальные приемы, музыкальные фразы, которые я слышал уже раньше в том же самом рэме, и это все, конечно, это все приятно, здорово, музыка-то такая, она все равно, она на уровне Маккартни, она такая, вся, вся как бы съедобная, да, но не очень-то радует, а вот период Wings, он, конечно, очень хорош, и пластинка записана Алланом Парсонсом на студии Эбби Роуд, звучание прекрасное, хотя очень все просто, с одной стороны, но просто у Маккартни никогда ничего не бывает просто, у него сложные мелодии, у него сложные голосовые гармонии, изящные, тонкие, красивые, и прекрасно спетые вместе с Линдой, надо сказать, например, в песне I'm Your Singer, которая является признанием в любви Линде, Линда там плакала, по-моему, даже когда пела эту песню, потому что там напрямую просто, да, что-то такое, ты моя песня, я твой певец, там, что-то в этом роде, такая, очень хорошее голосовое, очень хорошее голосовое решение, прекрасное, трогательное, замечательное, Some People Never Knows, на второй стороне песни, длинная, длинная, баллада, Вроде бы акустическое Но потом у Маккартни У него всегда все меняется Вырастает в электричество Вырастает в жесткость И в финал какой-то уже просто джем Начинается Какой-то джем, который непонятно в какую сторону разовьется И разовьется ли Или остановится Но он довольно длинный хвост у песни А песня очень красивая Tomorrow Песня, которая сначала Удивительный номер, она сначала не нравится Сначала кажется какой-то банальной И обычной такой песней Обычная песня Маккартни Мало ли он таких песен понаписал А потом она Наполняется электричеством Появляется Такой сверкающий Медный звук электрической гитары Плотный И она становится увесистым Таким ракешником Прекрасно совершенно Обращение к Джону Леннону Видимо Маккартни все-таки Понимал, что не совсем он прав И Леннон много гадостей наговорил про Маккартни И называл его альбомы полным дерьмом Кусками сами знаете чего Вспомнил Вспомнил отзывы музыкантов Пинк Флойд Про собственную пластинку Атом Хартмада Которую тоже называли куском дерьма И Уотерс, и Гилмор одновременно Но до этого мы дойдем Но Леннон К Маккартни обращался таким образом Маккартни написал The Friend И по-моему он написал ее В процессе записи Рэм Вообще На На Сессиях Рэм было написано 22 песни Половина из них не вошла в альбом Рэм Две песни вошли в альбом Red Road Speedway И что-то еще раз сосалось По другим альбомам У меня такое ощущение, что The Friend тоже оттуда Потому что Маккартни сказал Что он написал ее в начале 71-го года А в начале 71-го года Вот что мы имели The Friend Она очень личная Она настолько личная Что теряется Музыка То есть там так много посыла Внутреннего личного обращения к Леннону Что музыка как-то забывается Хотя музыка Уровень Маккартни Есть уровень Маккартни Она, конечно, музыкальна Красива Все, но Смысл преобладает здесь Над Формой Ну а первая сторона Мамба Жескач Просто жесткая На удивление Жесткая рок-песня Просто Наверное, Мик Джаггер и сказал Что это классная группа Уинкс Бибап Бибап Бибупап Все знают В Советском Союзе Издавалась эта песня На маленькой пластиночке И все ее слушали Очень точно спета Классно, аранжирована Простенько И со вкусом Простите за банальность Но это Так Love is Strange Регги номер Который пели Братья Эверли В свое время В балладном В лирическом Таком Исполнении А Love is Strange Такой Чистая регги Стала лучше Мне кажется Очень здорово Очень весело Реггейная Такая Штука Ну это белая регги Это конечно Никакое Не регги Настоящая Это Такой Белый парень Из Лондона Вдруг решил Сыграть Из Ливерпуля Точнее Из Лондона Уже Пусть будет Решил сыграть А-ля А-ля Что-то регги Ну Получилось Хорошо Это я сужу Маккартни Алексей Рыбин Судит Дает оценку В музыке Но на самом деле Я читаю комментарии Столько оценок Ребята Такие люди Оказывается У меня комментируют Музыку То есть Человек пишет Что Этому здесь Не хватает Того Киту Эмерсону Не хватает Этого Здесь тоже Что-то там Накосячил Нас бы Всех бы В продюсеры Туда В Лондон В студии Мы бы Организовали Все как надо И Эмерсона Бы хватило И подправили бы Там где-то Что-то У Эмерсона Не так Где-то Что-то У Ленона Тоже Косички Все бы Поправили Вот Те кто Пишет комментарии Просто Я радуюсь Просто Такие специалисты Здоровые Я никого Не обижаю Я совершенно Серьезно говорю Мы сидим И обсуждаем И Deep Purple Там что-то Там да Такое А есть люди Вообще Да И Джимми Пейдж Плохой гитарист Да Научите его играть Надо встретиться Было конечно Подучить Джимми Пейджа Там И всех остальных И как сводить Ой И альбом Сведен Плохо И средних Там мало Да И высоких Там не хватает Welcome Welcome Найби Роуд Научить Алана Парсонса Сводить альбомы Он будет благодарен Я знаю Да Так вот Love is Strange Прекрасная песня Но Web Life Заглавный номер Странная штука Иногда мне эта песня Дико нравится И иногда Кажется тошнотворной Почему-то Иногда кажется Страшно банальной То, что Маккартни умеет С расщеплением Орать Это всем известно Это все здорово И здесь он Проорал очень Убедительно Да И вроде Блюз Такой Wild Life Там все дела Но как-то Очень Наверное Хорошо Наверное Хорошо Во всяком случае Всю пластинку Вот эту Я слушаю с удовольствием Хотя критики Разнесли в пух и прах Продажи были Очень плохие Все ждали Что-то такое Тень Битлз Все-таки Это тяжелая Туча Грозовая Которая и над Ленноном И над Маккартни И над Харрисоном И над Ринго Она Висела И будет висеть Всегда И всегда Будут сравнивать С Битлз А это неправильно Потому что С Битлз Ничего общего Здесь нет И быть не может Если бы было Что-то Общая Группа бы Не разошлась Музыканты бы Не разошлись Все пошли Своим путем И все играют Совершенно Другую музыку И сравнивать С Битлз Не стоит Так же Как и Лена С Маккартни Сравнивать Не стоит Это разные Дороги В разные стороны И Маккартни С Битлз Тоже В разные стороны Совершенно Поэтому Ну Все ждали Битлз И получили Вайвлайв Отличную Пластинку Отличной Новой Группы Пойду Пока пить А потом Продолжим Счастливо